10 часов в сутки, 6 дней в неделю. Таков режим работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского района. В выходные учреждение отметило год успешной работы. Мы находимся в главном офисе многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг, расположенного в Щелкове на улице Свирской 2А. Сюда успели за год обратиться уже каждый второй житель Щелкова. Здесь в режиме одного окна специалисты выдают важные для всех нас документы, начиная от свидетельства о рождении, гражданского паспорта, заканчивая оформлением социальной карты и выдачей документа о смерти. С первой годовщиной коллектив МФЦ поздравили первые лица района и области. Сегодня решите мне от имени Московской областной думы от себя лично поблагодарить вас за вашу работу. «Коллектив, я вижу, весь светится, и я вижу, какие у нас есть улучшения. Сократилось время, ожидания в очереди, мы все больше и больше количества услуг охватываем. Я вижу, что вы работаете хорошо. И сейчас мы спрашиваем у жителей, они довольны вашей работой. А это самое главное». Ведущий специалист МФЦ Вероника Жанбуршина за смену успевает обработать 30 услуг. В месяц выходит более 300. По итогам корпоративного конкурса Вероника достигла лучших показателей в обслуживании клиентов. «Поставлена очень серьезная задача, чтобы клиент не ждал в очереди более 15 минут. Она достижима? Да, она достигается. Мы стараемся всеми нашими сотрудниками. То есть больше 15 минут у нас уже последние два месяца уже такого не определяется». МФЦ значительно облегчила работу щелковчанам. Походы за справками занимали много времени. На новый объект срез в бюджете не было. Пришлось искать другой источник, вспоминает руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов. На призыв откликнулся предприниматель Ашот Пагасян. С его помощью центр был построен за символические 9 месяцев. «Мне хочется поблагодарить ваш коллектив. Он прошел непростой пост становления. Крайне непростой. Нам было так обидно, что мы создали такое помещение для вас, такое место работы. А вы никак-никак не могли показать себя. А потом раз, и вы проявились во всей красе. Поэтому вам большое спасибо». Сотрудники центра, многим из которых нет еще и 30, сэкономили жителям на оформлении документов массу личного времени, отметил председатель общественной палаты района Александр Макаров. Кстати, его необычный подарок – таблички для обозначения мест парковки машин инвалидов – разместят на прилегающей территории. Специалисты МФЦ протягивают руку помощи и в нестандартной ситуации. В такую на днях попала жительница микрорайона Чкаловский Ольга Пашкина. Ее 14-летний сын не мог получить гражданский паспорт без справки о прописке. На тот период в микрорайоне не работал паспортный стол. О проблеме Ольга активно писала в социальных сетях, где ее услышала сотрудница районной администрации. Она же помогла оформить документ. «Большое спасибо сотрудникам центра, потому что отношение достаточно положительное к людям». Порядка 40 услуг передает многофункциональный центр управления социальной защитой, а с ним и управление пенсионного фонда. Всего в арсенале МФЦ порядка 250 услуг. Число их постоянно растет. Веяние последнего времени – оформление электронных подписей. Она используется для визирования цифровых документов, отправляемых через интернет. «Все действия на портале региональных госуслуг, на федеральном портале госуслуг с этой электронной подписью совершать очень легко и очень удобно». Подразделения МФЦ, открытые во всех поселениях Щелковского района, крупный филиал работает в Монино на Новинском шоссе. В центральном офисе в Щелкове на улице Свирской со дня на день ожидают 100-тысячного посетителя. «Для этого человека, который оказывается 100-тысячным, нашим посетителем приготовлен ценный подарок. Приходите к нам, может быть, вы окажетесь 100-тысячным посетителем». Игорь Поляков, Михаил Налётов, телерадиокомпания «Щелково».